Всем здорова, с вами Артём. Хочу вам предоставить свои первые впечатления и совместный обзор на игру Saints Row The Set. Из предыстории. Я уже пытался сделать обзор, но у меня так получилось, что я не успел всё рассказать, не уложился во время. И вот того времени, да, не успел в 40 минут. То есть сейчас я постараюсь вам покороче, понятнее объяснить, что же из себя представляет эта игра. Собственно, продолжаем кампанию. Я не скажу, что я много прошёл, но сейчас, пожалуй, вы поймёте, почему. Думаю, не стоит даже объяснять, что в этой игре хочется не столько проходить, сколько просто играть. Игра это, соответственно, своеобразная повеселушка такая, не пострелушка, а повеселушка конкретно. Собственно, графика здесь, скорее всего, более из GTA San Andreas. То есть я не скажу, что она здесь выдающаяся, но прелесть игры, поверьте, не в этом. Собственно, если вы устали от серьёзных игр, которые вышли недавно совсем на рынке, они отличные, обалденные, но они действительно серьёзные. Типа Скайрима, Баттлфилда, Рана, Бэтмена, вот что-то вот в этом вот духе, то эта игра обязательно к покупке. Здесь столько всего, люди просто не вообразить умом и невозможно описать за такой короткий промежуток времени, который я сейчас буду, собственно, описывать. В игре имеется огромнейшее число всяких там автоматов, гранатомётов, всего, чего хотите. Есть, знаете, такие вот, типа, оружие, типа, что-то наподобие базуки, я сейчас вам покажу, но она стреляет моллюсками. Что самое интересное, да, моллюски. Вот, тут видите, как перекрыли дорогу, но почему, для чего моллюски? Вот я ему выстрелил, посмотрите, какие смешные движения делает, да. Так, мне тут начали стреляться. Смешные движения, и он как бы стал своим. Видите, там танцуют, всё, они теперь на нашей стороне и будут мочить своих же. Вот, видите, он ему взял заложники, всё. То есть, прикольное оружие, я раньше не видел никакого аналога ей. Вот, дальше поедем. Кстати, насчёт гаража, здесь можно тюнинговать тачки, потом их сохранять, собственно, в гараже, даже когда вы разобьёте их, они останутся. Что самое приятное, наконец-таки в играх додумались до этого, потому что постоянно ездить с напряжением, да, по городу, чтобы не разбить эту тачку, это достаточно удобно. В общем, игра чисто для того, чтобы поржать. Как бы я, когда, да, сначала не видел, думаю, ну, что это такое, как-то несерьёзно всё, графика не очень, да и звуки как-то, видите, тут физика какая-то странновая-то. Но только стоило мне купить, что я просто обалдел. Честное слово, игра просто достойна своих денег, всего, что только хотите, да. Системы дра тут даже есть, видите, как вот чемоданчик, да, у меня сейчас, я его сейчас открою. Вот, смотрите, можно выстрелить ракеты куда угодно в нашем районе, кого-нибудь там снести, какую-нибудь тачку, давайте вот погонимся за этой точилой. Можем её всё-таки взорвать. Вот, она там полетела. Вот, то есть это полезная вещь. В общем, чем в игре можно позаниматься? Тут есть как бы и компания, собственно, своя. Всё строится, кстати говоря, на репутации, которую вы зарабатываете. Изначально я думал, ну, что это просто понты перед пацанами, как говорится, да, в кавычках. Но оказывается, нет, в игре есть магазин. В этом магазине можно приобретать много-много-много чего. Вот, вот какие-то закиси азота, да, вот всё почти купил. Вот, всё просто отлично. Ну, ещё стоит поиграться, чтобы прокачать свою репутацию. И, соответственно, получить всякие там фигнюшки, да, для массового уничтожения, как говорится. Вот, видите, да, тут прям можно километр просто проехать на этом байке, да, на козле. Если с большим желанием, конечно, этого захотеть, ничего не составляет большого труда. Вот, там нам, вот видите, вот стоит человечек, предлагает, типа, сфоткайся со мной. Ну, сейчас, как вы видите, за мной полиция гонится. Я тут устраиваю бардак. Что касается костюмов, то здесь столько, ребята, просто вообще, я сначала даже не знал, чего выбрать. Пожалуй, сейчас покажу вам карту от Мечу Дон. Вот, смотрим с вами, да. Карта, собственно, сама по себе не такая уж и большая, но этого хватает на то, чтобы просто тут всё объездить, застрелять, всё, что только хотите. Сейчас вот поедем по этой дороге, попутно буду пытаться вам объяснить, показать весь город. Вот, собственно, тут какие-то, видали, как мент врезался в стенку смачно. Всё вот это вот берёт, да. Физика, конечно, машин ни о чём, но она специально, кажется, подобрана под это, чтобы игрок, когда играл, он получал удовольствие и не напрягался вообще даже от игры. То есть, всё сделано только на том, чтобы игрок покайфовал. Кайф здесь как раз-таки прёт. То есть, здесь вот, действительно, знаете, ни одного аналога игры я ещё такой не знаю, по крайней мере, лично я. Само собственное подобие, это, конечно, GTA, но, как бы, здесь очень много всего разного, и она сильно отличается, если так, поиграть в неё от GTA. Если на GTA всё по-серьёзному, вы там играете этим каким-нибудь бандитом, гангстером, который там мстит или что-то ещё делает, тут нет. Тут вы просто зарабатываете свою репутацию. Тут, конечно, есть своеобразный сюжет, но на него, знаете, как бы сделан для галочки, то есть, он неплохой, но всё равно вся прелесть игры не в этом заключается. Поэтому про него я дальше и говорить особо не буду. Есть, короче, когда вы попадаете в крупную переделку в вашем телефоне, телефон, да, здесь можно вызвать на помощь и спецнавца, и рту-сомби, и какого-то там мэра, да, и ниндзю, и Олега. Олег, кстати, это такой своеобразный качок, качок очень здоровенный, мутировавший просто, который там всех просто испепеляет, то есть, очень-очень классно всё это придумали. Вот, собственно, вон наш пентхаус, тут как бы даётся, да, можно купить не просто квартирку, а конкретно здание, но, естественно, по этому зданию полностью мы не можем погулять. Это, увы, не в наших силах. Вот, сейчас мы с вами зайдём, я покажу вам костюмчики, и покажу, что, собственно, можно приобретать за вот этот вот уважение, респект, братков к тебе. Вот, мы вошли, достаточно неплохой, кстати говоря, пентхаус, мне кажется. Вот, что, собственно, из гардероба, видите, как я сейчас, собственно, одет, как-то непонятно, да, вообще можно всё это, знаете, снести к нет просто. Вот, то есть, как-нибудь сейчас сделаем так. Вообще, из костюмов есть такой, вот это вот изначального, там ещё можно бошку к нему приделать. Это костюм кровавой монашки, как видите, на каблуках. Рыцарский доспех, кстати говоря, очень прикольный. Но самое такое, что вот это вот, просто я в майке сейчас, да, но если убрать, то будет бегать, какая-то тёлка, или какой-то гомик даже бы я сказал. Давайте с вами оденем рыцаря полностью. Сейчас найду, а вот и, собственно, его шлем. Кстати говоря, меня что поразило. Я как первый раз, да, включил, ну, вот этот костюм. Когда, короче, бегаешь, звуки от костюма остаются. То есть, он как бы действительно в железе бегает, и вот именно им постукивает. Гранаты тут, конечно, взрываются вот так, но никто ничего против не говорит. Игра чисто на веселье. Потому что касается вертолётов, вертолётной площадки, точнее, да, есть вот самолёты и вот такие вот спектры. Что-то вроде мотоциклов летающих, ну, в общем, полная фигня. Я один раз попользовался, мне вообще что-то как-то побесило это, да, не понравилось. Кстати, у самолёта, смотрите, какая прикольная херня есть, как стреляет. Ну, естественно, лазер тут какой-то непонятный. Вот, сейчас мы переключимся с вами в режим летания, да, летательный режим. Достаточно прикольная хрень. Ну, в общем, сейчас давайте с вами, кстати, спрыгнем, хоть посмотрите, как он летит. Кстати, тут были миссии, но настолько там, с одной стороны, бредовые, с другой стороны, наоборот, прикольные. Ты, когда летишь, ты врываешься через лобовое стекло самолёта, там, пролетаешь весь самолёт, убиваешь там всех врагов, и ещё потом ты, как бы, вылетаешь из самолёта, там, и летишь дальше на землю, при этом подхватывая там свою подружку. Ну, это нечто, поверьте. Это очень всё круто выглядит. Ну, игра очень весёлая. Я всем, в принципе, советую, тем, кто устал или вообще даже не устал, просто попробовать, что вообще такие игры бывают. Мега-крутые, и можно уже отвлечься, наконец-то, от этой повседневной напряжённости, да, которая есть в большинстве игр. Здание, кстати, тут можно себе покупать, но не суть, не самое важное. Давайте мы с вами как-то тут приземлимся, я, честно говоря, уже и не помню, как это. А, на контру. Вот, летит рыцарь. Чё-то я не долетел, но жизни тут восстанавливается достаточно быстро, что, в принципе, и приятно. Вот, прыгаем с вами. Видите, стою на пяточках, только на одной пятке. Просто мега-имба-крутой чувак. Давайте летим, короче. Можно тут ещё какое-то ускорение включить. Короче, достаточно системы с парашютами тут неплохая. Но парашюты-то типа что-то вроде снаряжения, да, его тоже надо покупать, но, к счастью, это никак сделано не как в Ассасине, то, что мне надо там постоянно мотаться в магазин и покупать. То есть тут всё просто и понятно. Кстати, заметьте, какие кулаки. Чисто подошёл, вот так вот сделал, или как-нибудь ещё, или вот так. Просто всё в мясо. Прикольно достаточно выглядит. Весело, я вам скажу, ребята. Короче, заключение, чтобы опять не растянуть и не говорить вам про все режимы, про всё, и про то, что есть там ещё дополнительные режимы типа выживания, как в обычных играх. Ну, опять же, там весело, там бутылочки вместо людей бегают, всякие зайчики, хрюшки, кролики. Блин, ну вообще, это настолько смешно поначалу, но потом тоже весело. Ну, как бы, я скажу так, я в основном играю в серьёзные такие игры, да, типа Battlefield, Multiplayer, Run, на Xbox играю. И как бы, когда мне действительно уже устаю, я просто включаю эту игру и просто бегаю, не прохожу, ну, летаю, в общем, хаос устраиваю, ну, как теракты, да, всё тут взрываю. Ну, всё, короче, очень весело. Игра всем рекомендуется, всем абсолютно. Ну, как бы, тут уже, конечно, ваш денежный вопрос, я думаю. Ну, в общем смысле, поиграть стоит. Так что, до скорой встречи, друзья. С вами был Артём. Удачи!